Это была необычная экскурсия. Я попал на нее случайно, ну или не случайно. Попасть внутрь знаменитого, самого роскошного в Европе отеля Негреска могут только состоятельные постояльцы или группа в составе аккредитованного в отеле гида. Вот в их числе я и была. Кстати, впервые за пять лет проживания во Франции. В 1913 году Ницца приобрела еще одну достопримечательность в виде отеля Негреска, одного из лучших образцов неоклассической архитектуры, на строительство которого было потрачено более трех миллионов франков. Сейчас это гостиница-музей, в стенах которого расположено шесть тысяч произведений искусства. Где они? Да везде. На стенах, на полу, на потолке, под стеклом, в свободном доступе, в виде используемых предметов, таких как золотая раковина Наполеона Третьего, которая сейчас находится в мужском туалете недалеко от главного входа, и ею пользуются постояльцы. Общая стоимость только экспонатов музея-отеля – 3 миллиарда евро. Стоимость же всего отеля как недвижимости я не знаю, но предполагаю, что цифра головокружительная. Отель гордится своими знаменитыми постояльцами. Эрнест Хомингуэй, Коко Шанель, Марлен Дитрих, Альберт Камю, Франсуазо Саган, Жан Кокто, Пабло Пикассо, Иф Монтан, Сальвадор Дали, Катрин Денев и Майкл Джексон. Он приехал в отель с живой пумой, которая сбежала из номера. В центре отеля – королевский салон с огромной 4-метровой люстрой, изготовленной на французском стекольном заводе Баккарара. Всего люстр изготовили две. Одну для императора Николая II, который разместил ее в Большом Кривлевском дворце, а вторую для Андрине Греско, основателя отеля. Красавица люстра, насчитывает 16 309 деталей из хрусталя. Андрине Греско – сын румынского трактирщика из Бухареста. Перебрался в юности в Париж, получил образование, а затем стал управляющим казино на Лазурном берегу. Благодаря своей коммуникабельности и обаянию, вскоре он становится совладельцем роскошного отеля, которому дает свое имя. Но через год после открытия грянула Первая мировая война. Греско отдал отель под госпиталь, а сам ушел добровольцем на фронт. К 1918 году он был разорен, а в 1920 скоропостижно скончался от рака. Отель был выкуплен бельгийцами, продавался из рук в руки и прозябал без малого 40 лет, пока его в 1957 году не выкупило семейство Мижан, чья дочь Жанна Ажье сделала отель таким, какой он есть сейчас – жемчужиной Лазурного берега. Бадам Ажье – та самая дама на картине художницы Изабель Планте. Сейчас ей 97 лет. Она рассказывает в своей книге «Дама из Негреска». Я сама за рулем грузовичка транспортировала произведения искусства, не теряя времени и денег. Отправлялась в дорогу и не могла предугадать, что мне удастся найти. Вот почему декор каждой комнаты разный. Я добавлю, в музее нет ни одной копии, только подлинники, включая ночную вазу Людовика XIV. Концепция отеля-музея такова, в нем все должно быть не под старину, а собственно стариной, а точнее историей. Мебель, обивка, стены, предметы интерьера – все, даже партия отеля одет в стиле XIX века. Субтитры создавал DimaTorzok